В условиях разбиравшейся Второй мировой войны советское руководство принимает решение о необходимости расширить буферные зоны безопасности вдоль западных границ Советского Союза. В конце сентября, начале октября 1939 года советское руководство оперативно проводит переговоры с руководством Прибалтийских республик, Эстонии, Латвии, Литвы и подписывает пакты о взаимопомощи. Пакт о взаимопомощи с Литовской республикой поразительно отличался от пактов с двумя другими прибалтийскими государствами. Он назывался так. Пакт о передаче в городы Вильно и Виленской области Литовской республики и о взаимопомощи. По этому пакту Советский Союз передал Литве, нынешнюю столицу Литовской республики и Виленский край, занятые частями Красной армии в ходе так называемого польского похода РКК в сентябре 1939 года. Наша выставка представляет документы по этому периоду взаимоотношений Советского Союза и Прибалтийских государств. Разгром Франции летом 1940 года станет одной из основных причин обостренного восприятия советским руководством событий в республиках Прибалтики, которые будут интерпретироваться наркоматом иностранных дел и политическим руководством Советского Союза в целом, как враждебное по отношению к СССР. 14 июня 1940 года председатель Совета народных комиссаров СССР Молотов направит полпредом в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии ориентировку, в которой назовет деятельность Балтийской Антанты враждебной по отношению к СССР и проинформирует советских полпредов о том, что соответствующее представление сделано им представителем Министерства иностранных дел Прибалтийских республик. Руководствуясь этими представлениями, 16 и 17 июня советское руководство представит ноты правительством трех Прибалтийских республик, в которых потребует от них формирование дружественных по отношению к СССР правительств и введение дополнительных контингентов советских войск на территорию этих трех государств. 17 июня Нарком обороны маршал Тимошенко направит в Политбюро докладную записку, в которой предложит решительно советизировать занятые республики, создать на их территории Прибалтийский военный округ, приступить к оборудованию театра военных действий. В рамках нашей экспозиции представлен этот значимый документ. Подготовка к войне выйдет на первый план во всех соображениях советского руководства о текущем военном, экономическом и политическом планировании. 18 июня 1940 года советский полпред в Лондоне, майский, направит в Москву шифротелеграмму, в которой изложит итоги своих переговоров с одним из министров британского правительства Далтоном. Касаясь вопросов более общей политики, Далтон выражал полное одобрение нашим мероприятиям при Балтике. 14-15 июля состоялись выборы в народные сеймы Латвии и Литвы и в Государственную Думу Эстонии. 21-22 июля вновь избранные парламенты трех прибалтийских республик приняли декларации о вхождении в состав СССР. 3-6 августа 1940 года Верховный Совет СССР принял решение о вступлении Латвии и Литвы и Эстонии в состав СССР на правах союзных республик. Таким образом, советское руководство решит, как ему казалось, проблему обеспечения безопасности своих западных и северо-западных границ в условиях надвигающейся угрозы со стороны нацистской Германии. КОНЕЦ